Осознанное родительство. Организаторы форума вложили в этот термин умение осмысленно подходить к вопросу воспитания детей. Чему, зачем и как мамы и папы должны учить подрастающее поколение, чтобы развить в ребенке заложенные природой таланты, не навредить психическому здоровью, направить верной дорогой. На каждом этапе есть определенные моменты, на которых стоит сосредоточиться. Перед школой это на подготовке к школе, как развить в ребенке самостоятельность, помимо того, что читать, писать, еще какие-то считать. В пятом классе о том уже, к какому вузу примерно мы готовимся. В девятом классе мы уже говорим о том, что у нас должна быть конкретная цель. И мы сегодня говорим, зачем мы изучаем языки, зачем мы изучаем математику, каким образом мы формируем какие-то контекстные, кросс-контекстные навыки. Такой форум в «Видном» прошел впервые. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. В зале собрались представители педагогической сферы и родители учеников. Отклик был очень большой. Мы очень рады, что очень много людей сегодня собралось. Не только для Ленинского городского округа. Это очень важное событие. Поэтому я очень надеюсь, что мы будем дальше продолжать в таком формате и будем чаще встречаться в таком семейной обстановке, в семейном кругу. Многодетная мама Жанна Хигая от форума осталась в восторге. Говорит, многие вещи знала и раньше. Активно применяла их в процессе воспитания троих детей. Эта встреча лишь придала уверенности в своих действиях. Все-таки еще раз и еще раз нам дали понять, что воспитание и развитие полностью лежит на плечах родителей. И что мы ответственны за это. Несмотря на то, что и государство, и учебные учреждения помогают нам в этом. Тем не менее, какие-то направления, какие-то определенные занятия выбираем мы сами. В рамках форума у участников была возможность познакомиться с образовательными программами различных школьных и дошкольных учреждений и выбрать для своего ребенка новые интересные способы развития личности. Юлия Погосян, Крилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.